Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Благодарим вас, что вы сегодня пришли в нашу Государственную Публичную Историческую Библиотеку России. Сегодня у нас очередное заседание работы субботнего кривейского лектория «Исторический календарь». Сегодня у нас насыщенная программа. Сегодня у нас будут две лекции, одна из них интерактивная. Но прежде всего, как обычно, традиционно хотелось бы озвучить несколько слов, сказать о наших мероприятиях, которые должны будут состояться в ближайшие две недели. Итак, 9 апреля, во вторник, в 17 часов лекция Александра Витальевича Малого служила Московская государство в конце XVI-XVII веков. 13 апреля, в субботу, в 12 часов лекция Петра Петровича Тихонова «Кандидерская империя Абрикосовых». 19 апреля, в пятницу, в 11 часов лекция Виктора Николаевича Захарова «Петр I» про «Эд Контра». 24 апреля, в среду, в 18 часов форум молодых специалистов «Исторический альманах», заседание студенческого дискуссионного клуба «Тема СССР и США в годы Второй мировой войны. Соперничество и сотрудничество». Также 13 апреля у нас состоится «Исторический синематограф». 14 часов лекция «Кинопоказ» Бориса Григорьевича Дворкина и лекция Федора Александровича Романенко «Челюскин. Герои Арктики». Далее, у нас, конечно, безусловно, проходит работа военно-исторического клуба «О доблести и храбрости Хаслави». И 15 апреля, в понедельник, в 13 часов, состоится лекция Ильи Станиславовича Гафону «Пусть дуют ветра прогресса». Петр I и Александр Данилович Меншиков. 16 апреля, во вторник, в 18 часов, лекция Перелыгина Сергея Игоревича «Шесть дней, которые не спасли Париж». И также у нас достаточно обширная экскурсионная научно-просветительская программа. Милости просит, приглашаем вас всех, и, конечно, вы присоединиться можете без проблем. 5 апреля, точнее, 12 апреля, в пятницу, в 16 часов, тематическая экскурсия «Грани и контрасты Хитровской площади». Далее, 19 апреля, в пятницу, в 16.00, обзорная экскурсия по зданию нашей Государственной публичной исторической библиотеки России. Историческая библиотека, прошлое и настоящее. Ну, пожалуй, на этом как бы все. По анонсам, по афишам, по рекламам, соответственно, тех мероприятий, которые проводит наш научно-просветительский Одесса, сотрудники нашей исторической библиотеки. И, конечно, безусловно, непосредственно переходя к теме нашего сегодняшнего мероприятия, хотел бы сказать. Первая мировая война, она у нас, как известно, началась 28 июня 1914 года, а закончилась она 11 ноября 1918 года. В этот военный конфликт масштабный были вовлечены 38 государств. Вот среди них это, конечно же, и Российская империя, Соединенные Штаты Америки, африканский континент, некоторые азиатские страны, вот, и часть Ближнего Востока. 9 миллионов людей погибло вот в этом военном конфликте. 5 из них, 5 миллионов, это мирные жители, да. Вот, в общем-то, собственно говоря, если кто-то хочет познакомиться с этой эпохой, я рекомендую, но лично мне было очень интересно прочитать нашего, точнее, я его нашего называю, на самом деле это не наш классик, это Эрих Мари Ремарк, вот, на Западном фронте без перемен. У него действительно это произведение очень проникновенно, чувствительное, да. Он, как солдатку служил, действительно, он, как говорится, воевал, участвовал в военном конфликте, описал это все изнутри, как человек чувствует себя во время боевых действий. Ну и, конечно же, его не менее знаменитое произведение «Возвращение», да, вы можете тоже, конечно, к этому обратиться, этим двум произведениям. Итак, решите представить сегодняшнюю лекцию. Сегодня у нас, как я сказал, два таких мероприятия, и на, точнее, первой лекции у нас со своим докладом, научным сообщением или лекцией выступит Андрей Вячеславович Верига, главный библиотекарь российской государственной библиотеки, Ленинкин, да, вот, и представит тему «Боевой путь 1-й автомобильной пулеметной роты русской императорской армии». Андрей Вячеславович, пожалуйста, за трибуны. Добрый день, дорогие гости. Прежде чем начну свой доклад, я скажу, что он будет состоять из двух частей. Одна будет историческая, а другая будет про современность, про то, как мой клуб, участником которого я являюсь, занимается реконструкцией первой автопулеметной роты. На рубеже 19-го и 20-го веков автомобильная техника быстро владела умами людей, в том числе и военных теоретиков. Так, например, во французской армии при каждом корпусе, а также при каждом железнодорожном батальоне начали формироваться автомобильные роты. Офицеры железнодорожных батальонов стали получать специальное автомобильное техническое образование. В военное время на базе автомобильных рот планировалось формировать автомобильные отряды. Планировалось также формирование шести автомобильных полков общей численностью 24 тысячи человек при шести тысячах автомобилей. С 1906 года в русской армии начинают создаваться первые небольшие автомобильные команды. На их базе в 1910 году были сформированы автомобильные роты. К концу 1910 года автомобили имели уже 13 штабов военных округов и 37 штабов русской императорской армии. Для подготовки военных автомобилистов по указу императора Николая II 29 мая 1910 года в Санкт-Петербурге была организована учебная автомобильная школа. Она стала первым учебным и техническим центром изучения автомобильного дела в русской армии. Было рассчитано, что суточное довольствие армии на 200 тысяч человек, имеющих 60 тысяч лошадей, составляет 35 тысяч пудов. Для подвоза необходимого требуется 14 640 гужевых повозок с таким же количеством проводников и 22 280 лошадей. Для доставки этого же груза автомобильным транспортом требовалось 780 трехтонных грузовиков и всего 2340 человек прислуги. К сожалению, отечественная промышленность не могла обеспечить армию автомобилями в необходимом объеме. До начала Первой мировой войны грузовые и легковые автомобили в России крупносерийно производил лишь один русско-балтийский завод. Он начал выпускать их с 1910 года, и его производительные мощности были рассчитаны на выпуск около 200 единиц в год. Однако в реальности завод производил не больше 75 автомобилей, вплоть до своей эвакуации при наступлении немецких войск. В связи с этим приходилось ориентироваться на внешний рынок. В мае 2013 года в Михайловском манеже в Санкт-Петербурге была проведена четвертая международная автомобильная выставка. На ней были представлены автомобильные заводы Германии, Франции, Англии и России. Немецким фирмам были заняты 64 стенда, французскими – 42, английскими – 18. Российская техника размещалась всего на двух стендах. Быстрый прогресс автомобильной техники и успешное применение ее в качестве транспортного средства побуждали военных теоретиков делать новые выводы о возможных перспективах использования автомобиля в военном деле. В 1911 году была опубликована книга выпускника Императорской Николаевской военной академии штабса офицера-полковника Золотолинского. Это первый труд, в котором была предпринята попытка анализа возможных перспектив использования автомобильной техники в военном деле. В книге автора утверждает, что автомобили показали свою эффективность как транспортное средство, но их можно использовать гораздо шире, в частности для доставки донесений, санитарные машины, походные кухни, прожекторные и телеграфные станции, а также как боевые единицы, оснащенные пулеметами и легкой артиллерии, открытые или бронированными листами до 3 мм. С начала Первой мировой войны бронеавтомобили активно применяли всеми воюющими сторонами, этому способствовал маневренный характер первых недель боев, а также развитая дорожная сеть во Франции и Бельгии. Именно здесь уже в первых числах августа появляются первые броневые автомобили. Что касается русского фронта, то первыми новаторами, пионерами в этом деле были немцы, а мы, соответственно, наша сторона догоняла их и, можно сказать, к концу войны даже перегнала их. Появление немецких броневых автомобилей проследите сообщение прессы о боевых действиях броневиков-союзников во Франции и Бельгии, что послужило толчком для изготовления и первых русских броневых машин. Пионером стал командир 5-й автомобильной роты штабс-капитан Иван Николаевич Бажанов. 11 августа 2014 года Бажанов по личному приказанию генерал-майора Янова убыл в 25-ю пехотную дивизию 1-й армии Северо-Западного фронта для переговоров о приспособлении пулемета на автомобиль. 18 августа с грузовым автомобилем, бронированием средствами роты, с установленными на него пулеметами, он убыл в распоряжении 25-й пехотной дивизии. В своих воспоминаниях Бажанов писал об этом так. Работа была выполнена в Ингстербурге, близ Кёнигсберга. Для срочного бронирования использовался грузовой автомобиль итальянской марки «СПА», который забронировали листами брони из щитов захваченных немецких артиллерийских орудий. Это была первая броневая машина русской армии, вооруженная двумя пулеметами и замаскированная под грузовик. Своими силами изготовили броневики и 8-й автомобильной роте, убившие на фронт 18 августа 1914 года. Среди прочих в ее составе числились легковые автомобили «Кейс», тоже бронированные. Подобное инициативное строительство не могло обеспечить армию броневиками. Для этого требовалось привлечение крупных промышленных предприятий и требовалось привлечения поддержки на самом высоком уровне. 17 августа 1914 года военный министр Российской империи Сухомлинов вызвал к себе лейб гвардии егерского полка полковника Александра Николаевича Доброжанского, временно прекомбандированного канцелярией военного министерства, и предложил ему сформировать бронированную пулеметную батарею. 19 августа Доброжанский получил официальное разрешение на постройку машин. Именно этот документ, лист из записной книжки со подписью Сухомлиновой послужил отправной точкой в формировании броневых автомобильных частей Русской императорской армии. Выбор кандидатуры Доброжанского не случайен. Доброжанский родился в Техлистской губернии в 1873 году, был известен как один из лучших стрелков гвардии, участник Олимпийских игр в Стокгольме. Он выступал в дисциплинах, посвященных стрельбе из винтовки на различную дальность. Служа в Лейгвардии егерском полку, он находился в распоряжении императорского наместника на Кавказе по военной части. В 1913 году он командируется на Петербургский патронный завод для проектирования остроконечной бронебойной пули для винтовки образца 1891 года. Идея о создании автомобиля по докладу самого Доброжанского родилась у него во время командировки на заводы фирмы «Крызо» во Франции, где он как пулеметчик практически изучал это дело и пробыл там несколько месяцев. Доброжанский в совершенстве знал французский язык, а также персидский, турецкий. И есть данные, что он очень активно посещал различные предприятия Европы, будучи офицером и инженером русской армии. Я бы, наверное, сказал, что по современным меркам он занимался такой военной разведкой, военно-технической разведкой. С началом Первой мировой войны Доброжанский стал продвигать в военных кругах необходимость создания в русской армии подразделения с броневыми автомобилями. Видимо, в то время на него и как раз обратил министр Сухомлинов внимание. В первых числах месяца 1914 года Доброжанский составил эскизный проект броневого автомобиля. Для их изготовления выбрали легковые шасси русско-балтийского вагонного завода тип 4С24-40 с мощностью 40 лошадиных сил. Были выбраны шасси номер 530, 533, 534, 535, 538, 539, 542. Номер 8 машины неизвестен, предположительно, это 532. Детальный проект бронировки и рабочие чертежи разработал инженер-кораблестроитель «Граун». Он являлся штабс-капитаном корпуса корабельных инженеров. А постройку машины поручили бронепрокатной мастерской номер 2 из Жорского завода военно-мастерского ведомства. При изготовлении броневиков заводу пришлось решить множество проблем. Разработать состав брони, способ ее прикрепления к металлическому каркасу, чтобы... способы усиления шасси. Для ускорения изготовления машины было решено отказаться от использования вращающихся башен. Ну, еще даже не только ускорение, вращение... Сама башня, конструкция, ее основа сильно бы утяжелила автомобиль. Разработку пулеметных установок для этого Доброжанский поручил конструктору-оружейнику-полковнику Соколову. Вооружение на Руссобалте состояло из трех пулеметов «Максима» образца 1910 года, расположенных треугольником, что давало возможность иметь в бою всегда два пулемета, направленных в цель. На случай задержки одного из них. Разработанные Соколовым станки, скользящие на роликах щиты, позволяли бронеавтомобилю иметь обстрел 360 градусов. При этом по одному пулемету... Один пулемет находился во лбу корпуса, второй пулемет находился в корме, и третий пулемет находился в борту, и он был таким кочующим пулеметом. Его можно было перемещать с одного борта на другой. Броневики защищались хромой, никелевой броней толщиной 5 мм в передней и кормовой части. Кстати, надо учитывать, что русские броневики имели такое же бронирование кормы, как и бронирование передней части. При этом самая тонкая часть брони, помимо крыши, это были борта. Это связано, я чуть позже расскажу, с особой спецификой применения броневиков на русском фронте. В результате этого удалось обеспечить пулестойкость бронезащиты машин на дистанции 400 шагов, это примерно 280 метров, при обстреле тяжелой винтовочной пули. Экипаж бронеавтомобиля состоял из офицера, шофера и трех пулеметчиков, для посадки которых имелась дверца в левом борту корпуса. При необходимости можно было покинуть бронеавтомобиль, люк в крыше, откидной. Возимый боекомплект представлял собой 9 тысяч патронов, это 36 коробок с лентами. Запас бензина 6 пудов, 96 килограмм. Полная боевая масса машины составляла 2 тонны 960 килограмм. Еще в ходе первоначального проектирования Доброжанский пришел к мысли о том, что чисто пулеметные бронеавтомобили будут неэффективны против неприятеля в окопах или против укрытого пулемета, или бронированных автомобилей противника. Поэтому он разработал эскизный проект пушечной машины. Эскизный проект пушечной машины, главным оружием которого была 47-мм морская пушка Гочкес, или 37-мм автоматическая пушка Максима Норденфельда. Из-за недостатки времени и отсутствия необходимых шасси к моменту бытия на фронт была готова только одна такая бронированная машина. Остальные на фронт пошли небронированные грузовики с таким вооружением. В качестве пушечной машины было выбрано шасси 5-тонного 45-сильного грузовика немецкой фирмы Manus Man Moulak из числа 5-ти закупленных в 2013 году. Этот бронеавтомобиль имел бронированную только кабину, как вы видите, кузов был практически открыт, пушка размещалась в кузове, на станке имела большой-большой щиток. Из вооружения дополнительного имелся пулемет. Пулеметчик сидел рядом с водителем и стрелял вперед. Еще один пулемет находился в кузове, его для обстрела перемещали и стреляли из образур по борту. Одновременно с изготовлением броневых автомобилей полковник Доброжанский занимался формированием первой в мире автоброневой части. Просто броневики на тот момент существовали во всех воюющих странах мира, но при этом специальное подразделение, которое бы их использовало, было в России первым и первым в мире. 31 августа 2014 года военный совет был направлен на проект штатов нового подразделения. В этом документе говорилось следующее. Частые эпизоды с происходящей ныне боев как на французском, так и на нашем фронте выяснили значительную боевую силу пулеметов, установленных на автомобилях и защищенных более-менее толстой броней. Между прочим, таких установок в нашей армии не имеется вовсе. Военный министр призвал спешную необходимость в организации соответствующих частей, почему и представляется на рассмотрение военного совета проект организации первой автомобильной пулеметной роты. Это пушка на Дельфельда, чтобы вы имели представление, что это за автомобиль. Это английская. Это впоследствии... Это вообще... Я чуть позже расскажу, что это за орудие. Это изначально морское, потом британцы хотели, чтобы оно было зенитным. Но Доброжанский решил, что самое лучшее, что будет стрелять из этой пушки по пехоте. Стреляла она гранатами. Но я чуть позже расскажу об этом. Впоследствии британцы данные зенитные пушки усилили до калибра 40 мм, делали с зачетверенные установки. Так появился знаменитый британский «Пом-пом». То есть это «Пом-пом», грубо говоря. Первая автомобильная пулеметная рота включала в себя первый, второй, третий, четвертый автомобильные пулеметные взводы, пятый автомобильный пушечный взвод. Рота насчитывала 15 офицеров, 150 унтра-офицеров и рядовых, 8 броневых пулеметных машин, одна броневая и две небронированных пушечных автомобили. Это на момент первого боя. 17 легковых автомобилей, 5 полуторатонных грузовиков, 2-3-тонных грузовика и 14 мотоциклов. Для удобства управления отчетностью в самом начале боев была введена сплошная нумерация. То есть машине первым 8-ми пулеметным броневикам были, соответственно, даны номера 1, 2, 3, 4, 8 до 8. Ну и дальше, соответственно, 9, 10, 11 были присуждены пушечным автомобилям. В дальнейшем, когда машину теряли, им, соответственно, они давали там 11, 12, 13, а, соответственно, номера 1, 2, 3 уже не присуждали, потому что это была просто история конкретной машины. 12 октября 2014 года 1-я автопулеметную роту осмотрел в царском селе император Николай II, а 19 октября после молебна на Семеновском плацу, вот, соответственно, вы видите фотографию в Петрограде, после этого рота отправилась на фронт. Да, это раскрашенное в наше время. Сейчас, секунду, я тут немножко запутался в своих напоминалках. Также у нас вот, например, здесь на фотографиях мы видим Манус-Ман-Мулак, вот, а слева от него 37-миллиметровая пушка виднеется. Вот там небронированный грузовик, скорее всего, ну, не знаю, либо, скорее всего, Рено, Алифиат. Вот слева выглядывает радиатор Руссобалта броневика. Первый свой бой, первая автопулеметная рота произвела за город Стрыков 9 ноября 2014 года. Доброжанский писал об этом следующее. 9 ноября 1914 года с рассветом отряд полковника Максимовича начал наступать на город Стрыков. Первая автомобильная пулеметная рота полным ходом выехала по шоссе в город до площади, обстреляла дома, укрывавшие неприятеля, и содействовала разбившимся по улицам 9 и 12 туркестанским полкам овладеть городом. 10 ноября взводы пересекли город, выдвинулись на Сгерское шоссе. Польские топонимы не всегда можно нормально со всеми шипящими выговорить. Обстреляли в полуфланг неприятельские окопы, подавив огнем атаку стрелков. По взятии их нашими стрелками в штыки перенесли огонь в рощу влево от шоссе, выбили оттуда укрепившегося там противника. В это время пушечный взвод взял во фланг выбитого противника вместе с стрелками, не допустив его скопиться в опорном пункте у кирпичного завода у Сгерожского шоссе. В количестве около двух рот неприятель залег в окопах левее дороги, но был весь уничтожен огнем автомобильной пушки. Вечером взводы и пушка были выдвинуты для поддержки огнем с шоссе для атаки завода стрелками, который был ночью взят в штыки. В ходе боя Манус Ман, 47-мм пушки, застрял в грязи и заглох в нескольких десятках метров от передовых позиций противника, попав под огонь немецких пулеметов, бивших с костела села Сдунская воля. Экипаж покинул машину. Находившийся неподалеку командир 5-й роты штабс-капитан Баженов, это тот, который в 2014 году, в августе, это уже мобиль построил. Вместе с морским унтер-офицером Багаевым пробрались к машине. Бажанов занялся мотором, а Багаев развернул орудие машины к немцам и открыл огонь. Сбил пулеметы немцев с колокольни. После этого огнем орудия и пулеметы броневик поддержал атаку нашей пехоты, которая через час занялась дунскую волю. За это Бажанова представили к ордену Святого Георгия 4-й степени, а Багаев получил Георгиевский крест 4-й степени. Доброжанский 20 ноября 2014 года узнал от командира 2-го взвода штабс-капитана Шулькевича о прорыве нашего фронта на фланге 19-го армейского корпуса. Приказал об этом донести командиру названного корпуса, а сам лично донес штаб 2-й армии и получил разрешение на свою просьбу собраться по обьянице взводы своей роты, находившейся в подчинении командующего 2-й армии генерала Алиева, разбросанной по расходящимся от Лодзи дорогам. Выехав обратно по обьянице, произвел разведку дорог на открытом автомобиле под огнем пратнеприятеля, дабы убедиться, что дороги не перекопаны, и для того, чтобы выбрать места для засад, для взводов бронированных автомобилей. Ночью направил взвода к выбранным местам. Следствием таких распоряжений было то, что когда перед рассветом 21 ноября немцы начали обход левого фланга 19-го армейского корпуса, то три колонны и их промежутки в деревне Кралев натолкнулись на взвод автомобилей штабс-капитана Грудова. Посмотрим, как это было выглядело со стороны Грудова до его описания боя. Ранним утром 21 ноября 2014 года четвертый взвод штабс-капитана Павла Грудова вместе с небронированным Олдересом получили приказание прикрыть фланг 68-го пехотного полка 19-го армейского корпуса, которого пытались обойти немцы. Автомобили выдвинулись в тот момент, когда левый фланг Бутырского полка дрогнул и подался назад. Немцы подошли вплотную к шоссе. Видя это, Грудов врезался в наступающие цепи, открыл огонь на два фасы из четырех пулеметов с расстояния 100-150 шагов. Немцы не выдержали, прекратили наступление и залегли. Со столь близкого расстояния пули решетили броню. Все люди и штабс-капитан Грудов ранены. Обе машины выведены из строя. Четыре пулемета разбиты. Отстреливаясь оставшимися двумя пулеметами, штабс-капитан Грудов в 7.30 утра с помощью раненых пулеметчиков на руках откатили обе машины до наших цепей, откуда они были отбуксированы. В ходе боя огнем 37-мм автоматической пушки было разбито несколько домов, в которых засели немцы, а также взорван передок, выезжавший на позиции батареи противника. Примерно в 8 часов утра на помощь Грудову подошел второй взвод штабс-капитана Шулькевича с небронированным Бенцом. И в результате, примерно к пол-одиннадцатому немецкие части отступили. В ходе этого боя русским броневикам удалось предотвратить охват противникам 19-го армейского корпуса. За этот бой штабс-капитан Грудов был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени, став первым его кавалером в роте, а все экипажи взводов получили георгиевские кресты и медали. Вскоре командование роты получило телеграмму и ставки за подписью Николая II. Радуюсь и благодарю за доблестную службу. Первая автопулеметная рота прикрывала отход второй армии от лодзи, и ушла последняя из города 24 ноября утром. 4 декабря 2014 года, прикрывая отступление 6-го армейского корпуса, четыре бронеавтомобиля задержались в ловище, пропустили последние наши части и, не дав им отойти, вступили в перестрелку с наступающими немцами, чем дали возможность 6-му корпусу занять удобную оборонительную позицию. Я пока зачитывал донесения наградные. Вот. Опять же. Это сломан передок у Руссобалта, его на грузовике вытягивает грузовик, буксирует, эвакуирует в тыл, а на переднем фото, соответственно, дальше Манус Ман Мулак виднеется. Но это замаскированные, готовящиеся к движению Руссобалты броневики. Вот это Руссобалт сзади. Здесь на фото взвод, по сути дела, два Руссобалта и дальше броневик Покарт. Я чуть позже о нем расскажу. Ну а здесь, соответственно, сперва Руссобалт, Руссобалт, дальше Манус Ман Мулак, орудия, два Руссобалта и дальше на фото угадывается Покарт. Это, соответственно, Покарт написан. Ну и сейчас. Первые же бои выявили сильную перегрузку с шасси Руссобалтов. Пришлось дополнительно укреплять подвеску. Я думаю, что даже будет правильнее вот эту фотографию. Укреплять подвеску, чтобы было укрепление, ремонт, проведены были в 2014 году в варшавских мастерских в начале декабря 2014 года. Дело в том, что Руссобалты делались на шасси легкового автомобиля. То есть, просто надо уточнить, почему был взят именно легковой автомобиль, хотя ведь у Руссобалта были грузовики. Но данное шасси было максимально крупносерийным, был налажен его выпуск, соответственно, детские болезни данных узлов были устранены, и поэтому именно эту проверенную машину взяли под основу строительства броневиков. А грузовики были достаточно сырые, что предполагало возможным в полевых условиях выход из строя. Но это легковой автомобиль изначально на 6 человек, а в итоге помимо экипажа, броня, три пулемета, вооружение, машина была полностью перегружена, поэтому они очень быстро выходили из строя. И поэтому по первому опыту боев было решено, что все машины будут значительно усиливаться подвеской, чтобы они, соответственно, не выходили из строя. Также ноябрьские бои показали высокую эффективность 37-мм автоматических пушек Максима Норденфельда, даже несмотря на то, что они стояли на небронированных грузовиках Бенц и Олдерс. Вот что писал 8 декабря 2014 года об одном из таких боев полковник Доброжанский в своем докладе начальнику штаба 1-й армии. Цитата. Только что вернулся со скорострельной пушкой командир 5-го взвода штабс-капитан Миклашевский. Во исполнении телеграммы 1785 получил от меня инструкции. Столкнулся он с неприятелем, окопавшимся в версте села Гулин по Булемовскому шоссе. Подойдя к окопам противника с пушкой на 1500 шагов, это чуть больше километра, штабс-капитан Миклашевский открыл огонь по окопам противника, укрываясь от сильного оружейного огня у стен сгоревшей хаты. Напрасно искал его луч немецкого прожектора. Израсходовал все свои снаряды, 800 штук, отразив две атаки противника, штабс-капитан Миклашевский вернулся к перекрестку по Протня. Раненых нет. Докладываю, что штабс-капитан Миклашевский работал пушкой в открытую поставленную на платформе грузовика. Цитата заканчивается. Эксплуатация Манесмана показала, что машина очень тяжела, неповоротлива. Фугасное действие 47-мм снаряда уступает автоматической пушке Нодельфельда. Надо сказать, я вот говорю, что уточню, что это было за оружие. Изначально, что 47-мм морской Готчкис, что пушка Нодельфельда автоматическая, вот здесь она соответственно на Покарде, это были разработаны в конце 19-го века, там на рубеже 20-го века арт-системы, которые делали по опыту и мировоззрению 19-го века. Предполагалось, что ими будут вооружаться корабли для защиты от каких-то мелких судов и дистанция боя будет где-то там полкилометра. Быстрое развитие артиллерии и изменение тактики морских сражений показало, что дистанции огромные, а данные арт-системы не могут поражать цель, то есть они слишком недальнобойные. Плюс снаряд, которым они стреляли для корабля, это не тот боеприпас, что может корабль повредить. Поэтому вторая была идея сделать из них зенитные автоматы. Как раз вот и поэтому основное вооружение данных пушек это гранаты. Но вот, например, в 1915 году 37-миллиметровая пушка, англичане предполагали, что они будут сбивать цепелин, и в 1915 год показал, что не то, что сбить, просто попасть в цепелин из 37-миллиметровой пушки не очень сложно, потому что у нее скорострельность низкая. Доброжанский, вот я чуть позже буду зачитывать, говорил, что боевая, видимо, скорострельность составляет 50 выстрелов в минуту, а Википедия пишет, что это 300 выстрелов в минуту. Но есть почему 47-миллиметров слабее 37-миллиметровая пушка, у нее был полуторакилограммовый снаряд, граната, либо стальная французская, либо русская чугунная, в ней находилось 20 грамм тротила, а снаряд 37-миллиметрового орудия в разных источниках пишет либо 450 грамм, либо 500 грамм, она имела 17 грамм тротила, то есть не намного меньше, чем у 47-миллиметрового снаряда. Плюс, когда в цель попадает один 47-миллиметровый снаряд, в случае с автоматической пушкой, в эту же цель попадает несколько снарядов. Поэтому, соответственно, эффективность у данного оружия выше. Я, правда, в современной представлениях об оружии не стал бы называть данные пушки пушками, скорее, это можно было, наверное, сравнить с ГС-17, таким, с танковым гранатометом, которым забрасывали противника. Питание данного орудия было ленточное. Изначально на 50 выстрелов лента брезентовая, но потом, поскольку брезентовые ленты имеют такое свойство намокать и у них после сушки неправильные они начинают заедать, делали уже ленты на 25 выстрелов. И в 15-м году, поскольку это зенитное изначально оружие, под нее появились боеприпасы, которые способны с замедлением 8 секунд. Там, соответственно, так же, как и в шрапнельном снаряде трехдюймовой пушки, трубка-замедлитель, которую нужно заранее поставить, она там перерезает трубку, если кто знаком с этой системой, перерезает на определенное расстояние, и когда снаряд летит, там через определенные 4-5 секунд сколько поставлен замедления, он взрывается в воздухе. Ну, соответственно, когда мы обстреливаем, попустим, пехотные цепи, заранее определили положение позиции противника, подъехали к ним, обстреливаем так, чтобы снаряды взрывались над головами пехоты, чем мы просто увеличиваем эффективность данного вооружения. Это, кажется, замедление, взрыв над пехотой, это вот сейчас какие-то современные оружия 21 века начала, когда читаешь это, это оружие начала 20 века. Сам эксплуатация Манусмана Мулага показала, что он был переутяжелен, и через месяц боев парневик вышел из строя, о чем докладывал Доброжанский 1 декабря. Цитата «Большой, сделанный на старой машине, окончательно подорвался». После чего броневик отправили в тыл для ремонта, где он впоследствии был разобран. В начале 2015 года на Ижорском заводе начали изготовление четырех пушечных бронеавтомобилей для первой автопулеметной роты по схеме бронировки. Они были похожи на Манус-Ман с 47-мм орудием, но базовая для них используют более легкие грузовики, два трехтонных Пакарда, который представлен на фото. Следующая. Мощность двигателя 32 л.с. А также два трехтонных Манус-Ману с двигателем 42 л.с. оборужение также составляло Манус-Ман и шли с 47-мм пушками, Пакарды шли с 37-мм автоматами. Стреляли данные автоматы на три версты и боевая скорострельность была у них 50 выстрелов в минуту, как я уже говорил. Кроме того, имелся один пулемет Максим 1910 года для самообороны в ближнем бою. Бронирование платформы у Пакарда составляло 4 мм. Соответственно, мы видим не очень высокую высоту бортов. Пакарда состояла семи человек, командира водителя с помощником и четырех артиллеристов, возимый боекомплект 1200 снарядов, 8 тысяч патронов, 48 килограммов тротила, боевая масса машины составила 5 тонн 760 килограмм. Два Пакарда и Манус-Ман прибыли в состав 1-й автопулеметной роты 22 марта 2015 года. Последний Манус-Ман в начале апреля после получения этих машин пятый пушечный взвод расформировали. Изначально было четыре пулеметных взводов, в котором были только пулеметные машины, и отдельно пушечный взвод, который для усиления качественного придавался одному из взводов. Но в итоге по опыту боев выяснилось, что пушечная машина всегда должна быть в составе взвода, чтобы взвод был универсален и готов к неожиданностям. Кстати, про 47-мм Гошкис забыл упомянуть, что он имел очень высокое бронепробитие. Ну, как бронепробитие, есть данные, что при стрельбе практически в упор граната стальная пробивала до 88 миллиметров котельного железа. Если это была бы броневая сталь, то, наверное, это было 25 миллиметров, не больше, я полагаю. Но этого было бы достаточно, чтобы уничтожить любую бронированную цель Первой мировой войны. Просто проломило бы. Поэтому данные орудия, даже то, что автоматические пушки лучше, все равно должны были бы находиться в составе подразделений. Манусман прибыл в начале апреля. После получения этих машин все пушечные машины распределили соответственно по пулеметным злодам. Но пока боевых машин не было новых, рота продолжала вести бои. 11 февраля до 15 года отряд в составе четырех бронированных русобалтов и небронированного грузовика с 37-мм автоматической пушки получил задачу обстрелять позицию немцев по деревне Кмецы, обеспечив атаку 2-го сибирского полка 1-й сибирской пехотной дивизии. Установив прицелы по уровню еще зацветло, броневики выдвинули в сторону деревни Кмецы. Огонь был открыт в 0-40, при этом русобалты выпустили по тысячу патронов каждой, а пушка 300 снарядов в течение 10 минут. У немцев начался переполох, и вскоре они оставили окопы Кмецы и отошли к северо-западному направлении. По словам местных жителей, их потери составили до 300 убитых и раненых. 12 февраля 2015 года 4 русобалтов за номером 1-2-7-8 1-й 4-й взвод и 37-мм небронированная автопушка Олдерс номер 11 были приданы 2-му сибирскому стрелковому полку для поддержки атаки над Ображанково. Оставив один броневик номер 1 в резерве, отряд отойдя от своей пехоты на полторы версты, на полторы версты выдвинулся почти вплотную к деревне, где был встречен немцами оружейно-пулеметным огнем и шрапнылью двух орудий, стоявших слева от шоссе. Я немножко замедлю свой рассказ и уточню. Дело в том, что артиллерийские орудия Первой мировой войны имели очень небольшую наводку по горизонтали, и поэтому с ними было практически очень сложно стрелять по движущимся целям. Когда мы современные орудия или орудия Второй мировой войны вели огонь, то, соответственно, при цели есть определенный метод, в котором мы определяем масштаб цели и вычисляем, какое нужно взять упореждение, чтобы по ней попасть. При этом, когда мы целимся, мы ее сопровождаем эту цель, и для этого орудия должны иметь довольно высокую горизонтальную наводку, но когда она очень маленькая и вообще этих меток нету, то стрелять по движущей мишени, конечно, можно, но только если мы будем заранее наводить прицел и ждать, когда цель подъедет к определенной точке, но это нужна определенная навыка артиллериста. А также очень практически невозможно переместить быстро огонь, когда мы целимся в одну часть поля боя, а где-нибудь справа или слева от нас выезжает цель, которую мы должны обстрелять, и чтобы повести огонь, мы должны будем разворачивать все орудие. Поэтому можно взять на себя смелость и сказать, что пока бронеавтомобиль Первой мировой войны или танк двигался, он был практически неуязвимой целью для вражеской артиллерии. Как только он останавливался, он сразу остановился мишенью. И поэтому основное вооружение для борьбы с бронетехникой, что у немцев, что у нас, было использование шрапнельных снарядов, потому что бронирование было очень слабым, 3 мм, некоторые первые автомобили вообще бронировались, там просто котельное железо использовалось, и поэтому разрыв шрапнельного снаряда прямо над броневиком легко пробивало тонкую броню и поражало его соответственно. Всегда как бы не была новая техника, очень быстро находятся способы, как с ней можно бороться теми имеющимися средствами. Продолжу свой рассказ. Соответственно, наши броневики были встречены с сильным огнем со стороны противника. Оставшиеся бронеавтомобили открыли огонь во фланг по окопам, а русская пушка самоходная стреляла поверх двух первых автомашин по взводу артиллерии противника. Один из первых немецких снарядов, одним из первых немецких снарядов была пробита броня на головной машине и убит штабс-капитан Павел Васильевич Гурдов. Вот у нас здесь представлена машина его, можно увидеть, что следующая фотография более заметна пролом. Соответственно, сюда попал снаряд и убил экипаж. Автоматическая пушка выпустила две ленты сто снарядов, смела прислугу и разбила оба немецких орудия. Но к этому времени на грузовике оставалось живых всего два рядовых из семи человек экипажа. Несмотря на это, пушка перенесла огонь на немецкие окопы справа от шоссе и выпустила еще две ленты. В это время одна из пуль пробила бензобак грузовика 37-мм орудием, он загорелся, а затем взорвался, находящиеся в кузове снаряды, находились там 550 штук еще. Несмотря ни на что, броневики продолжали бой, хотя их броня пробивала со всех сторон, противник вел огонь с дистанцией менее 100 метров. Были ранены командир второго броневика поручик князь Вачнадзе. Весь экипаж ранен, разбиты два пулемета из трех, однако немецкие окопы были завалены убитыми и ранеными. Видя тяжелое положение своих товарищей, им на выручку выдвинулся командир находящегося в резерве русобалта штабс-капитан Подгурский, который попросил командира второго сибирского полка Подгурский вместе с своим последним оставшимся на ходу бронеавтомобилем номер 8 ворвался в Доброжанково, двигаясь через населенный пункт, расстреливая все на своем пути. Вместе с пехотой заняли два моста, не дав противнику отойти. Зато эти частями первой сибирской пехотной дивизии сдалось в плен до 500 немцев. В ходе боя погибли штабс-капитан Гурдов и 6 пулеметчиков. Еще один пулеметчик умер от рана. Раненый штабс-капитан Подгурский, поручик Вачнадзе и 7 пулеметчиков. 4 броневика вышли из строя, были разбиты пулями и осколками 10 из 12 пулеметов. Грузовик с автоматической пушки сгорел и не подлежал восстановлению. За этот бой штабс-капитан Гурдова посмертно произвели в капитаны, нагородили георгиевским оружием и орденом Святой Анны 4 степени с надписью «За храбрость». Поручик Вачнадзе получил орден Святого Георгия 4 степени, штабс-капитан Подгурский, орден Святой Анны 3 степени с мечами и бантом. Были награждены георгиевскими крестами все экипажи боевых машин. Первая автопулеметная рота в течение почти всей войны не выходила из боев, за исключением трехмесячной передышки. Вот Павел Васильевич Грудов, его фотография. Не выходила из боев и за исключением трехмесячной передышки с сентября по ноябрь 2015 года, выданным ремонтом на Коломенском машиностроительном заводе. Однако с наступлением позиционной войны градус боев заканчивал, снизилась активность, ярких эпизодов таких, как в 2014-2015 году у роты уже не было. Например, полковника Доброжанского был один из кандидатур, чтобы его назначить командиром русского экспедиционного корпуса во Франции, например. Сам Доброжанский неутомимый инженер-конструктор создал взвод в составе двух покардов и специально данный данному отряду взводу пехоты, и данное подразделение предавалось частям русской армии, когда нужно было либо обороняться, либо наступать. Можно сказать, это был такой отряд штурмовых орудий, называя языком уже Второй мировой войны, с готовым десантом. Это идеи, которые появились потом, считается, что эти идеи появились, и их реализовали немцы в 30-е годы, свои мотопехоты. Но можно сказать, что если бы представить, что у России была своя автомобильная база, своя промышленность, соответственно, этих машин и эти замечательные идеи военные были бы реализованы. В 2016 году первая автопулеметная рота была переформирована в 1-й бронедивизион. Помимо имеющейся техники в состав 1-го бронедивизиона вошел отдельный взвод, 33-й взвод, оснащенный бронеавтомобилями Остин. Сейчас, секунду. Немножко тут потерялся, чтобы ничего не забыть. Потом первая автопулеметная рота в конце 2016 года была переведена в Финляндию в состав 42-го корпуса, потому что предполагалось наступление немецких частей десант Финляндии. Там она находилась до лета 2017-го года, после этого была переведена на фронт и находилась она там до, соответственно, окончания Первой мировой войны. Доброжанский в октябре 2017-го года получил генерал-майора. У меня нет данных, участвовал ли он в гражданской войне. Мы знаем, что он отправился на восток, в Среднюю Азию. Опять же, данных, что он там делал, нету. И он после этого эмигрировал во Францию. Умер он в 1937-м году в Париже. И уже после Второй мировой войны его супруга жила после войны в Югославии, и он был перезахоронен в Югославии. Секундочку, тут немножко я потерял листочек, чтобы ничего не забыть. Есть фуражки, есть еще у бронеходов были такие своего рода кепи с ушами. Отдельно я чуть позже расскажу про униформу. Вот по истории по судьбе машин в 1918-м году часть при наступлении немцев, часть машин первой автопулеметной роты досталась немцам. Например, есть фотографии Берлина 1919-го года, Фрайкора, и там можно увидеть и Гарфорды путиловцы, и Пакарды. Пакарды конкретно были в составе первой автопулеметного дивизиона. Поэтому судьба была разной. И другая часть техники воевала как в частях Красной Армии во время Гражданской войны, так и в частях Белой Армии, Добровольческой Армии. Нужно отдать дань памяти герою Первой мировой войны. И приведу краткую биографию Павла Васильевича Гурдова. Он родился в 1882 году в городе Петровске. Это Махачкала Дагестанской области современной. Семье управляющего Бакинского агентства Пароходного общества Кавказ и Меркурий капитана первого ранга в отставке Василия Гурдова. Окончил Бакинскую классическую гимназию реальное училище. В 1902 году поступил в Николаевское оружейное училище, которое окончил в 1905 по первому разряду. Получив чин подпоручика Павел Грудов был отправлен на службу Свябурскую крепостную минную роту. В 1906 году был отправлен в Петербург и зачислен состав офицерской электротехнической школы, которую блестяще окончил в 1908 году. Звание поручика был оставлен в ней в качестве преподавателя, проработав в школе четыре года. В 1912 году Гурдов занялся подводным делом и в чине штаб с капитаном продолжил свое образование, поступив на курсы подводного плавания. Полагал стать подводником, но планы поменялись. В итоге он стал офицером бронеавтомобильной части. Нужно отметить, что броневые части русской армии комплектовали самыми грамотными солдатами и офицерами. Многие из них были добровольцами. Например, нижние чины происходили из технических инженерных войск. Требовалось, чтобы нижний чин обладал техническим образованием первым специальным, чтобы разбираться в новой технике. А офицеры брали из егерских полков, с флота, различные инженерные части. Команды бронеавтомобилей до самого конца войны оставались наиболее боеспособными подразделениями русской армии и не поддавались разложению, потому что это были, по сути дела, маленькие коллективы, где в одном боевом отделении находился и офицер, будучи дворянином, и крестьянин, и рабочий. И они находились вместе, они воевали, погибали, их ранили, получали ранения, спасали другу жизнь, и, конечно, отношения между этими людьми были очень близкие. И поэтому каких-то классовых различий, соответственно, между ними не было. Можно привести такой пример, как на флоте экипажи эсминцев, которые воевали всю Первую мировую войну на Балтике. Практически они не подавали, не было на них каких-то революционных востаний, в отличие от линкоров, которые всю войну стояли, по сути дела, в Кронштадте, никуда не ходили. В итоге экипажи линкоров были замучены дисциплиной и муштрой, и очень подавались разложению политических агитаторов, а соответственно, люди, которые воюют не только за Родину, но еще друг за друга, и для них это не пустой звук, они соответственно наиболее сплаченные коллективы. Вот здесь броня-автомобиль постройки Путиловского завода Гарфорд. Про Гарфорды отдельно могу сказать, что изначально планировалось, что они заменят Манус-Ман Мулаги, но по сути дела это были колесные танки, вес их составлял порядка 9 тонн, 8 тонн 900. Они могли уверенно двигаться только по шоссе, и даже когда они лежали на сухую плотную грунтовую дорогу, приходилось одни колеса надевать цепи, потому что машины застревали, и остальные броневики двигались быстрее их. И поэтому даже были решения, чтобы как тяжелые танки, они отдельно существовали от средних, а средства качественного усиления артиллерийского выделить Гарфорды в отдельное подразделение, чтобы они действовали отдельно, вследствие своей подвижности. Гарфорд, я сейчас могу ошибиться, по-моему, это американский грузовик, но, соответственно, опять же, как мы говорим, своей базы нет, берется грузовик других фирм, вообще другие машины, и, грубо говоря, с них находится только двигатель, рама и подвеска, а все остальное строится вокруг. Ну, иногда, кстати, еще тоже уточню, когда люди узнают, что у Гарфорда было 76-мм орудие, люди думают, что это такая пылевая пушка 76-мм, это не так, там находится горная пушка 902-го года, она гораздо более компактная и меньше по размерам. Вот, я сейчас, вторая часть моего доклада посвящена уже конкретно моему клубу, поэтому верну слегка, сейчас я ее верну обратно. Историческая моя часть подготовлена по материалам Коломеец Максим Викторович, это военная история, писатель, автор по теме бронетехники Первой мировой войны и Второй мировой войны. Я его приглашал на эту лекцию, но по занятости он не смог посетить. А первая часть с цифрами по выпуску просто автомобилей и по технике я взял из статьи Щерба Александр Николаевич, старший научный сотрудник Научно-исследовательского института военной истории Военной академии Генерального штаба России. Его статья о скором разрешении вопроса «Применение самодвигателей в армии» является для нас чрезвычайно важным, такое название. Она вышла 3 марта сего года, поэтому я решил так сказать, наиболее свежий материал использовать в своем докладе. Здесь представлена первая автопулеметная рота, наш клуб начинает свою историю с постройки бронеавтомобиля «Остин» третьей серии. Вот он у нас. Был он построен в 2014 году. Первоначально он был покрашен в гороховый цвет. Опять же, объяснение, почему у нас машины покрашены в серый. Опять же, Кломиец нам дал информацию, что, Максим Викторович, что поскольку техника строилась усилиями морского ведомства, которое выделяло средство для постройки автомобилей, в том числе выделялась краска для покраски автомобиля, а это был корабельный шаровый цвет. Поэтому машины изначально первый эпизод войны 2014-2015 год имели серый цвет. Потом их спустя какое-то время начали уже красить защитный цвет. Ну, поскольку у нас невозможно перекрашивать всю технику реконструктором, это занимает много времени, вообще стоит денег, поэтому у нас вся техника за заключением танка ФТ-17 французского покрашена в серый цвет. То есть, такое объяснение. Основой для всех машин за заключением Гарфорда является УАЗ, 402-й двигатель, раздатка, вот, то есть, поэтому они у нас очень подвижные, имеют мощный двигатель 95-100 лошадиных сил, это не те 42-40 лошадиных сил у той техники, поэтому наша техника, она очень подвижная, мы ее строим по чертежам, по габаритам она такая же, но, соответственно, узлы, агрегаты мы используем, мы не стали восстанавливать, делать копии техники, не копии, самому, непосредственно копии техники, потому что это очень дорого, а потом мы делаем это не для того, чтобы оно где-то стояло, а для того, чтобы это ездило, а любая техника, которая используется, которая ездит, которая стреляет, она в любом случае ломается, и нам нужно, чтобы у нас были запчасти, мы могли ее в любой момент восстановить, ну и потом техника Первой мировой войны, она ездила там на бензине там 40-й марки, такого бензина не найти, его надо отдельно производить где-то, вот, поэтому мы используем современные двигатели, чтобы заправлять его современным бензином. Вот, соответственно, у нас слева это у нас руководитель клуба Александр Николаевич Захаров, но я расскажу чуть позже. Соответственно, мы участвуем в различных выставках и в реконструкциях, воссоздании каких-то боевых действий. Вот мы здесь люди, экипажи, машин, да, выезжаем, сейчас я в рамках фотографий. Техника у нас не является транспортным средством, поэтому по дорогам общего пользования она не может ездить, зарегистрировать мы ее не можем, поэтому транспортируется по территории России, она на таких транспортерах на фуру. Да. Вот, здесь у нас, например, представлены Гатчина, 2017 год, фестиваль вихрей гражданской войны, это вот реплика броневика Манусман Мулак, вот рядом 76-миллиметровая полевая пушка. Здесь, соответственно, 18-й год, фестиваль по Первой мировой войне, начало 14-го года, вот реплика Руссо-Балта с экипажем. Это у нас Калининградская область, 21-й год, Губининское сражение. Съемка производилась в Манус-Ман-Мулаку, вот там снизу ствол орудия виднеется. Да, на паромах, на паромах, а потом, соответственно, на фурии. Вообще, Руссо-Балт собранный на узлах автомобиля УАЦ, вот, он самый подвижный, и он, по сути дела, является командной машиной. Плюс, он имеет такой очень удобный люк, где руководитель клуба может наблюдать, что в этот момент делают остальные экипажи, куда они ездят остальные броневики, которые видят гораздо хуже. Ну, и специфика применения техники на реконструкции. Мы следуем по выбранной дорожке, по определенному маршруту, куда не должны заходить другие участники реконструкции, потому что все равно машина, вот, допустим, у нас бронеавтомобиль Остин, настоящий Остин, он весил пять с половиной тонн, а наш Остин Цуворов, он весит три с половиной тонны. И если три с половиной тонны наедут на человека на скорости, то с ним будет примерно как бы без разницы, что пять у него тонн, что три тонны. Или если танк наедет на человека, то будет очень яркое воссоздание реальности, как оно было. поэтому у нас требуется определенный маршрут, на который никто не должен забегать. Ну и, соответственно, руководитель с рацией, с современным способом связи, опять же, в рамках безопасности мы преследуем определенные условности для безопасности. Это вот у нас времена эпохи, уже перекрашенный Остин третьей серии экипажа. Вот, это наш Манусман Мулак как раз на 2014 год. Вот, это, соответственно, танк FT-17, он двигатель у него от УАЗа, а основные узлы агрегаты ГТСМ, это ГАЗ-71, это гусеничный транспортер, ГАЗ-17, это его гражданская версия, а гусеничный транспортер, там, СМ, это его военная версия. Соответственно, узлы взяты с него для постройки данной машины. Это под Санкт-Петербургом. Я, правда, не уточнил точно, где это было, но вот Царское село, ну, наверное, на Царское село, я вот. Соответственно, FT-17 и Руссобалт в фестивале. Это вот в прошлом году у нас, мы там вывозили много разных техники, но это было, нам запретили вследствие контртеррористической обстановки стрелять, поэтому это был фестиваль военно-исторической пантомимы, реконструкторы бегали и щелкали затворами, но броневики просто ездили, поэтому, конечно, без броневиков двигающихся было гораздо более скучнее, но здесь у нас броневики в покраске Руссобалт 14-й год, там дальше Остин стоит 3-й серии, 17-й год, Гарфорд 16-й год, и штурмовые части смерти 16-го, 17-го года, то есть, все свалилось в кучу, вот, ну, тут просто громадное количество клубов по реконструкции, и поэтому они все участвовали на поле, вот, и дальше виднеется, будет еще одна фотография наших легковых автомобилей, грузовых автомобилей, которые используются в клубе, Гарфорд, сразу можно заметить, что он немножко длиннее, чем настоящий Гарфорд, потому что он собран на узлах ГАЗ-51, вот, поэтому в отличие от настоящего Гарфорда, он является одним из самых подвижных видов техники в нашем клубе, вот, если бы такая база была в русской императорской армии, это такого качества, хотя бы такого качества, все было бы гораздо иначе. Здесь это выставка техники, здесь, соответственно, стоит рядом слева Остин третьей серии, а рядом с ним стоит Остин первой серии. Они различаются тем, что Остина первой серии башни находились рядом друг с другом, и очень была высокая крыша, которая не позволяла второй башне поворачивать в сторону и обстреливать ту же цель, что и второй башне, ну и плюс на борт башни могли стрелять только по одному пулемету. во второй и у Остина первой серии он был бродераспортером, у него сзади был десантный отсек для десанта, для пехоты, и были такие двухстворчатые двери, через которые десант мог выходить. На второй серии, когда Остин поставлялся в Россию, десантный отсек был убран, и за место него находился второй пост управления. Я вот сказал, почему он был второй пост управления. В отличие от Франции и Бельгии, где были очень большие серии много хороших дорог, в России немного хороших дорог. Тяжелые машины с слабосильным двигателем опасно выезжать на бездорожье. Они могут в боевых условиях застрять, стать легкой мишенью, быть уничтоженными. Поэтому экипажи зачастую шли в бой даже именно задом выезжали, обстреливали противника, а потом на первых передачах с передним водителем, водитель, который с передним постом управления, они откатывались назад. То есть они как бы двигались как поезд. Вот они выехали, постреляли и тут же уехали, не разворачиваясь. При этом при данной тактике техника короткое время остается в прямой видимости противника, не разворачиваясь. Но есть эпизоды гражданской войны, когда какая-нибудь батарея или противник находится на холме и броневики пытаются заехать на холм. Вот они разгоняются, не достигая вершины, скатываются обратно, потому что слабый двигатель не позволяет им забраться наверх. Следующая фотография тоже более отдельно виднеется. Вид виден Русабалт с офицерами, наблюдающими рядовым составом. соответственно, Гарфорд. Если не смотреть четко сбоку, а немножко со стороны, очень похож. Не видно, что он длиннее, чем есть на самом деле. И соответственно, узлы управления, открытая дверь. Еще одна фотография. Здесь как раз видно десантный отсек первого Остина. У второго Остина крыша была чуть меньше и башни могли уже поворачивать. А третий Остин у него башни находятся в шахматном порядке, что позволяет одновременно на 360 градусов поворачивая башни обстреливать двумя пулеметами одну цель. Ну и там более выраженные ниши у башни. Башни больше и соответственно пулеметчикам в них гораздо комфортнее находиться. Ну и у третьей серии Остина у него появился противоосколочный подбой в виде кожаного щепрака плотного, чтобы соответственно задерживать вторичные осколки брони и обстрелия. И соответственно реплики грузовиков ФИАТ первоавтопулеметной роты, которые мы активно используем, чтобы довести что-нибудь в рамках нашей реконструкции. Это Кронштадт, пушечная батарея Демидов тоже выдвигается. Здесь поскольку уже вторая часть реконструкции, это просто можно заметить, что на цепях находится пиротехника, соответственно через какое-то время броневик подобьют. А это у нас был заказ для музея Чапай в Боксарах. Для него был построен броневик Изотов Фрацкини, который был построен на Ижорском заводе на шасси грузовика итальянской фирмы. Он имел такие хорошие наклоны брони. Бронирование составляло около 5 мм. Википедия пишет, что мощность двигателя этой машины составляла 120 лошадиных сил. То есть по меркам Первой мировой войны какой-то гигант. И развивал скорость 65 км в час. Практически итальянский гоночный болид, защищенный броней, имея два пулемета. Он точно придет первым к финишу. Я правильно понимаю, что этот экземпляр вообще один. Их построили всего два. Их построили в 16-м году два. Они должны были воевать на Турецком фронте. Есть данные, что он в 19-м году добровольческой армии использовался, но в боях с красными один из броневиков был подбит и сожжен. А что стало со вторым, у нас данных нет. То есть их всего два было. А какой имеет отношение к этому Чапаеву? Они считали, что он захватил... Сказали, был заказ, делайте нам... Выделили деньги, сказали, сделайте нам броневик. И наш руководитель клуба сказал, а какой броневик сделать? А давайте сделаем из зотов в Раскине. Почему бы нет? Он же в гражданской войне участвовал, участвовал, был там на югах, был на югах. Давайте построим, у нас просто будет эксперимент. Вот. 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 Сейчас еще один такой момент по поводу колес. У нас колеса, которые используют на... На Гарфорде там целиковые сплошные колеса без рисунка протектора. На всех этих машинах используются шины, колеса от гусматиковой шины Азис-3. То есть потому, что у нас опять же нету колес того времени. Надо еще отметить, что у броневиков, особенно европейских, у них были деревянные колеса, как у карет. То есть там деревянные спицы, вот. Не было дополнительного баллона воздуха в колесах. То есть это было все очень такое вот тонкое, главное не дышать. Все это легко ломалось. А на... Может быть вы обратили на фотографиях с вот опять же Остина, который был первым построен. Ну, здесь можем увидеть, что вот здесь очень сильно развитая такая шина. Она тоже гусматиковая, она взята с дивизионной пушки Д-44. То есть это такой привет из будущего. Вот. Ну, просто мы используем то, что у нас есть, то, что мы можем себе позволить по деньгам и то, что... То, что он называется череп, это известный из архивных документов, что один из них называется череп. есть фотографии, есть просто фотографии его... Сейчас не скажу, в общем, это на югах, на югах. Я сейчас, я потом как-нибудь, может быть, уточню, в каком... То ли Краснодар, в общем, в одном из южных городов Северного Кавказа на улице стоит данный автомобиль, там находится... Рядом с ним находится солдат добровольческой армии и, соответственно, его название. То есть, поэтому... И он именно... Мы знаем, что он сгорел в боях с красными. А что было со вторым, неизвестно. Вообще данных о второй машине нет. И вот теперь он стоит перед музеем Чапаева. а теперь, да, вот он... Да, вот теперь у нас же все смешалось, гражданская война. Красный с одной стороны, белый с другой стороны. Чебоксары. Чебоксары. Не было этого. А вот теперь есть. Вот. Форма одежды младшего интерофицера первой автопулеметной роты с личным оружием. По поводу того, когда появился приказ о организации роты, соответственно, и определили то, как личный состав будет... Во что он будет одет. нательное белье установленного образца это такая сорочка со стоечкой. У нас, к сожалению, она есть не у всех. Не все заботятся о Ниждене. Некоторые ходят в советском. Это секреты реконструкции. те моменты, над которыми нам еще нужно работать. Кокарда Нижних Чинов. Младший унтерофицер, он еще мог находиться в кокарде рядового состава. Следующие унтерофицеры, они, соответственно, имели уже кокарду унтерофицера. Образца 1907 года. Фуражка образца 1907 года пылевая. Также на зиму папаха. Есть еще фотографии вот с этими такими фуражками, кепи такие отдельные. Но у нас у них пока их нету, пока мы не нашли подробного кроя. То есть, это, опять же, вопрос в том направлении, в котором мы можем работать и улучшать свой внешний вид. Гимнастическая рубаха образца 1907 или 1912 годов. Унтерофицеры могли уже себе позволить гимнастерке с карманами неуставного произвольного образца. Погоны защитного цвета. Я чуть позже принес пару погон рядового первоавтопулеметной роты. Народа немного, я покажу. Пуговицы с топорами. Вообще поясной ремень либо кавалерийский одношпеньковый коричневый, либо черный ремень с пряжкой с топорами инженерных войск. Как я уже говорил, личный состав набирался инженерных технических частей, поэтому и части элемента формы были технические части. Шаровары черные суконы инженера частей образца 13-го года. Также кожаные шаровары образца 14-го года. Возможно было в середине войны галифонию ставного образца черного и защитного цвета, когда народ пошивал себе что-то, чтобы было похоже. Сапоги либо ботинки с крагами. Шинель пехотная 14-го года, либо кожаная куртка шведского образца с воротником с точкой образца 9-го либо образца 14-го года. Поясной ремень, как я уже сказал, с бляхой инженерной части образца 1899-го года, кожаные перчатки с крагами и ветрозащитные очки для водителей в качестве личного оружия бебут и наган. У меня на этой фотографии красный шнур, рядовой состав и младший унтер-офицер имели красный шнур с красными пуговками. У унтер-офицеров более старших он уже плетеный такой квадратики белые и черные. У офицеров шнуры, соответственно, были белые. Также наган без самовзвода есть такой интересный момент. Наган под револьвер, он под левую руку. То есть вот он под правую руку. А представьте, что он обратный вот такой. Потому что у рядовых бойцов основное оружие это бебут под правую руку. А наган у него под левую руку. У него дополнительное оружие. Такой момент. Почему вы скажете вот эти кинжалы? Потому что пулеметчики и артиллеристы 5 минут. Пулеметчики и артиллеристы они также вооружены кинжалами такими же и также вооружены револьверами. Потому что опять же не только техническая часть, но и инженерная. Но опять же у пулеметчиков и у артиллеристов тоже черные штаны. А бебут разновидность холодного оружия откуда-то с Кавказа? Да, это опять же традиция с кавказских войн пришедшая. Поэтому личный состав вооружался холодным оружием. И он как раз висит справа на кулак справа от пояса. То есть он находится не на боку. Сперва кажется, что это неудобно, но когда вы начинаете выпрыгивать через узкие люки с кинжалом и с револьвером, выясняется, что вам надо их куда-то деть, потому что вы постоянно пытаетесь за них зацепиться, проскальзывая через люки. А его можно условно назвать укороченной саблей, да? Ну, он вот такого размера. Где-то да, 45 сантиметров. Офицеры отличие, соответственно, гимнастическая рубаха тоже, китель седьмого года или тринадцатого, а также френч, защитные погоны одиннадцатого, шинель пальтового офицеров 1855 года, разновидность, а также в качестве личного холодного оружия у офицеров были кортики, и, соответственно, у них был широкий выбор личного огнестрельного оружия, наган, маузер, поль 1911 года. Вот. Это наши руководители Дмитрий Сергеевич Коров, Кеннер Александров Николаевич Захаров, слева направо. А знаки на груди это знаки университетов или военных училищ, которые заканчивали офицеры. Соответственно, если это были бы гражданские люди, не служившие в армии, призванные в армию инженеры, то они не носили на груди знаки университетов. А если это офицеры, они носили знак своего офицерского училища на груди. Да. Да. Вот. На этом мой доклад закончен. Спасибо большое, Андрей Вячеславович. Дорогие друзья, уважаемые гости, коллеги, давайте сделаем так, по регламенту, если будут какие-то вопросы к Андрею Вячеславовичу, вы можете задать прерыве техническом, мы подготовимся к другой лекции, Иван Сергеевич Муротханов будет сейчас рассказывать про военную форменную одежду времен первой мировой или империалистической, второй отечественной войны. Собственно говоря, еще раз, все мы проводим в рамках субботио-кроведческого лектория, исторические календари, трибуны, историк-профессионал формат. Мы еще будем приглашать наших коллег из Российской Государственской Библиотеки Ленинки, да, и из других объединений, клубов по военно-исторической реконструкции. Я думаю, что это, конечно же, не последняя наша встреча. Тем более, сейчас эти темы более чем актуальны и важны, и нужны для нашего подрастающего поколения. Надеюсь, что в следующий раз, конечно, безусловно, аудитория помещения будет заполнена молодым поколением, студентами, школьниками, и милости просят. Приглашайте, приходите, сами, конечно же, участвуйте. Андрей Вячеславович, спасибо вам большое еще раз. Спасибо. Спасибо.